МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но все же, зная об опасности, люди пользуются пиротехникой непонятного производства. Также нужно знать, что продавцы пиротехнической продукции должны иметь при себе лицензию на право реализации таких изделий и сертификаты качества. Новый год – один из самых светлых и радостных праздников, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. Однако для многих его празднование оборачивается настоящей трагедией. Ведь каждую новогоднюю ночь пожарные неоднократно выезжают на возгорания в жилых помещениях, причиной которых часто становятся искры праздничных фейерверков и салютов. А в приемные покои больниц города обращаются десятки пострадавших с ожогами и травмами конечности. Безусловно, перед новогодними праздниками это большая проблема как и для граждан, так и для работников в сфере здравоохранения, в частности медработников. Это высокая как и пожароопасность, и травмаопасность. Наиболее частые травмы связаны с пиротехникой – это травматическое повреждение кожных покровов, вплоть до травматической ампутации в пальцах. Ну и также связанные посредством с пиротехникой – это ожоги, так как неправильное использование перехотических изделий в жилых помещениях может провоцировать пожары. Это и удушие, и ожоги. Пожары из-за пиротехники в новогоднюю ночь – явление частое. По статистике, больше возгораний происходит именно в частном секторе. Причина всему – несоблюдение правил безопасности. В настоящее время в городе Алматы, если сравнивать 2015, 2016 и 2017 годы, то число пожаров сократилось. По-прежнему большинство пожаров в процентном отношении случается в частном секторе. Бывает, что салют попадает в окна жилых домов. Были случаи возгорания балконов. Соблюдение правил техника поведения при пожаре. Вместе с этим было разъяснено, как правильно пользоваться фейерверками на праздниках в канун Нового года. Стоит отметить, что по статистике пожары увеличиваются именно в зимнее время года. Поэтому проводятся такие агитационно-пропагандистские работы среди учащихся школ по всей республике. У нас каждый год сотрудники ЧАЭС проводят разъяснения по безопасному использованию фейерверков. А также различного рода семинары, тренинги, разъяснительные работы с учениками и с нами. Поэтому у нас до этого дня в нашей школе никаких чрезвычайных ситуаций не происходило. В преддверии праздничных выходных сотрудники ДЧС провели лекции во всех школах страны. Силовики рассказали детям о правилах использования пиротехнических средств. А также напомнили, какими последствиями для них может обернуться игра с петардами. Кроме того, для учащихся было разработано специальное мобильное приложение для обращения в службу чрезвычайных ситуаций. Я поняла, как нужно пользоваться фейерверками и салютами. Правила пользования пиротехникой. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. Нельзя сжигать пиротехнику в костре. Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их механическим воздействиям. Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов. Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их работе. Пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки. Профилактические беседы по использованию пиротехнических средств не помешали бы и взрослым, считают сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, не все казахстанцы знакомы с элементарными правилами безопасности, а если и знакомые, их попросту игнорируют. Например, не использовать стреляющую вверх пиротехнику в тесных дворах и рядом с жилыми домами. Если на улице сильный ветер, нужно обязательно отказаться от запуска салютов, даже несмотря на праздничную дату. Бывает, что фитиль либо не разгорается сразу, либо просто тухнет и только потом взрывается. Некоторые люди подходят к пиротехническому изделию посмотреть, с чем связана данная техническая неполадка. Такое любопытство грозит травмами и ожогами лица и головы, так как снаряд может взорваться в любую секунду. Когда люди передерживают фейерверк, он взрывается прямо в руках. Следует обязательно прочитать в инструкции время перед взрывом. Стоит также отметить, что китайская пиротехника, которая продается на рынках, может взорваться раньше срока, обозначенного в инструкции. Здесь несколько факторов по прошествии прошлых лет. В прошлые годы, насколько помню, было часто связано с контрафактной продукцией пиротехнической. То есть они взрывались не своевременно, либо не так, как ожидалось от тех, кто их использует. Ну и также контроль со стороны родителей, так как чаще всего это дети-подростки, которые не знают, как правильно использовать их, где их использовать. Ну и также люди в алкогольном опьянении на праздниках, то есть которые не совсем отдают себе отчет, как они их используют. По прошествии прошлых лет, сказать, в настоящий момент, к счастью, еще в нашу клинику обращений не было с травмами от пиротехнических изделий. Но на прошествии последних лет, я скажу, что есть тенденция к уменьшению таких травм. Как известно, стрельба из огнестрельного, газового, пневматического оружия, запуск пиротехнических веществ и изделий с их применением в населенных пунктах пресекается административным законодательством. За взрыв специальных и кустарного производства пиротехнических средств в населенных пунктах и в неотведенных для этого местах, нарушающий покой физических лиц, предусмотрен штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических средств и устройств. Сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям только в декабре 2017 года провели около 2500 рейдовых мероприятий по незаконной продаже пиротехнической продукции. Однако большинство продавцов контрафактной пиротехники заранее узнают о проверках и закрывают свои магазины. Несмотря на это, предновогодние рейды все же увенчались успехом. Только в Алматы было изъято около двух с половиной тонн некачественных фейерверков, петард и хлопушек. Контрафактный товар конфисковали, а продавцам пиротехники грозит штраф. В Казахстане была разработана нормативно-правовая база, регулирующая вопросы продажи пиротехники. В постановлении правительства об обязательном подтверждении соответствия продукции утверждены квалификационные требования по лицензированию данного вида деятельности. А весь товар, возимый в Казахстан, теперь должен проходить через испытательный центр пиротехнических изделий. Это в идеале. А что же на практике? У продавцов отсутствуют сертификаты, а купить петарду может даже десятилетний ребенок. Накануне празднования Нового года у нас в школах даже в детских садах, а также в иных заведениях, где учатся дети, проводятся уроки по мерам безопасности празднования Нового года. По статистике, взрослые тоже получают ранения. Например, были в практике, когда 58-летний мужчина получил серьезные увечья, а самый маленький пострадавший – это ребенок, которому еще нет и двух лет. В таких случаях надо наказывать родителей. Не все взрослые умеют правильно пользоваться пиротехническими изделиями и покупают их на базарах, лишь бы сэкономить. А мы напоминаем, что продажа пиротехнических изделий разрешена только в специализированных торговых точках. Некоторые виды пиротехники могут продаваться только при наличии у продавца лицензии. Конечно, можно купить пиротехнику и в ближайшем лотке, но тогда ответственность за любые возможные неприятности ложится на плечи покупателя. А вот при покупке более дорогих фейерверков в лицензированных точках ответственность за некачественный товар несет продавец.